Добрый вечер! На календаре 16 июня воскресенье. Эфир Арцахского общественного телевидения продолжает программа Вестник. Сегодня в передаче. Видео новости главного информуправления аппарата президента. Парламент в первом чтении принял новый закон о референдуме. НПО «Материнство» инициировало круглый стол по проблеме в взаимоотношениях Арцах Армения. Арт-студия «Бродячая собака» отметила пушкинский юбилей театрализованным представлением. Итак, подробности новостного блока. Указом президента Артура Габикян освобожден от должности советника президента согласно собственному заявлению. Во вторник президент Бакосаакян подписал ряд указов о кадровых назначениях. Виталий Баласанян освобожден от должности секретаря Совета Безопасности НКР. Начальник полиции Игорь Григорян освобожден от должности и назначен советником президента. Начальником полиции назначен Ливон Нацаканян, ранее возглавлявший госслужбу по чрезвычайным ситуациям. Директором госслужбы по чрезвычайным ситуациям назначен Владик Хачатрян. 13 июня президент НКР Бакосаакян принял баронессу Керолин Кокс и сопровождавших ее лиц. На встрече были обсуждены вопросы, касавшиеся карабахского урегулирования внешней и внутренней политики Арцаха, региональных процессов. В тот же день баронессу Керолин Кокс принял министр иностранных дел НКР Масис Маилян. 13 июня президент Бакосаакян принял делегацию мэрии Еревана во главе с мэром Айком Марутяном. Были обсуждены вопросы сотрудничества между Ереваном и столицей и районами НКР. Делегацию мэрии Еревана в тот же день принял госминистр НКР Григорий Мартиросян. Мэр Еревана в сопровождении мэра Степана Керта Сурена Григоряна посетил мемориальный комплекс Арцахской столицы и отдал дань уважения памяти жертв Великой Отечественной и Арцахской войн. Президент Бакосаакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы НКР, военнослужащий Нской воинской части армии обороны Артем Хачатрян посмертно награжден медалью за боевые заслуги. Новости парламентской жизни. В пятницу состоялась инициированная президентом неочередная пленарка парламента. Депутаты минутой молчания почтили память погибших на передовой от пули противника Артема Хачатряна и Сипана Мелканяна. Первые два из четырех вопросов повестки дня представил министр юстиции Арарат Даниилян. Закон о создании единого следственного комитета с пакетом сопутствующих законопроектов, по словам министра, призван обеспечить независимость следственных органов от органов госуправления, а также повысить эффективность предварительного следствия. Закон был принят. Министр юстиции представил также законопроект о референдуме, принятие которого обусловлено тем, что после принятия аналогичного закона в 2005 году в НКР были приняты две конституции, последняя из которых изменила суть института референдума, нуждающегося в реформировании. Закон о референдуме парламент принял в первом чтении. Спикер Ашот Гулян огласил также решение, по которому письменные предложения по законопроекту следует представить в десятидневный срок. Парламент принял пакет изменений и дополнений в законах, регулирующих налоговую сферу, а в первом чтении – закон о накопительных пенсиях с сопроводительным пакетом законопроектов. Оба вопроса представил министр финансов НКР Артур Арутюнян. 11 июня министр иностранных дел НКР Масис Маилян принял членов студенческого клуба Heritage Club Ливанского университета Айказян во главе с директором студенческого офиса вуза Размиком Каприеляном. Министр выразил удовлетворение динамично развивающимся сотрудничеством между МИД Артсаха и университетом Айказян, ответил на вопросы студентов. Студенты университета Айказян подарили библиотеке МИД книги по истории и философии. Союз писателей Артсаха Министерства культуры по вопросу молодежи и туризма НКР с глубоким прискорбием сообщает, что в минувший вторник на 72-м году жизни скончался талантливый прозаик, общественно-политический и культурный деятель Даниэлян Комитас Арсенович. В минувший понедельник неправительственная организация материнства при содействии Артсахского научного центра инициировала круглый стол по проблеме взаимоотношений Артсах Армения. Участников круглого стола приветствовал руководитель Артсахского научного центра Степан Дадаян, отметивший злободневность как темы, так и обсуждений. Общественно-политическая ситуация, в которой мы сейчас живем, живет Артсах, живет Армения, живет Спюрг. Несколько озабоченная ситуация и она вызывает беспокойство у населения. Народ, как всегда, мудрый. Народ принимает правильные решения. Но есть лица, есть партии, которые торопят события, не всегда правильно определяют терминологию исторической ситуации, не всегда правильно оценивают обстановку и допускают, простите за смелость, ошибки, которые очень опасны. Мы живем в состоянии войны. Все-таки в состоянии войны. Основным лектором и модератором круглого стола была председатель НПО против правового произвола Лариса Алавердян, обозначившая проблему и призвавшая, не искажая факты и не вдаваясь в перипетии прошлых политических развитий, искать конструктивные решения сегодняшних вызовов. В конце концов, у нас есть несколько платформ. Это платформы общественных организаций, это академические платформы университетов и, наконец, так называемые совместные государства и гражданское общество. Мы не создаем таких платформ, поэтому у нас накапливается какая-то проблема. При этом недопонимание или же неясность терминов, в которых мы выражаемся, приводит к тому, что такие встречи у нас скорее наполовину выходят, что мы хотим понять друг друга, на каком языке мы говорим, а затем прийти к выводу. Вывод сегодня один. Нету никакого дискурса по поводу того, надо или не надо, или когда-нибудь обсуждался вопрос воссоединения Арцах и Армении. Это было первой целью поставленной и остается нашей целью. Я знаю, что вы по натуре абсолютная оптимистка, но тем не менее я хочу спросить вас относительно вашего оптимизма по поднятым сегодня в ходе круглого стола вопросам. Мой оптимизм остается неизменным по двум причинам. Во-первых, я не считаю, что судьбы нашего народа и наших обществ зависят исключительно от властей. Поэтому для меня гражданское общество – это составная и очень важная часть государства в новом его понимании. Это первое. Второе, я уверена, что в народе есть такие силы, которые в любой судьбоносный момент готовы родить ровно столько героев, сколько надо для того, чтобы отстоять тот ответ, который мы на сегодня имеем, и даже вернуть то, что до сих пор не успели вернуть. Хочется оптимистического резюме, армянский народ сможет, все будет хорошо. Вы знаете, у меня есть статья, давно написано, если армянин хочет, значит он может. То есть я уверена, что вот эти исторически короткий период, который выпал на нашу долю, показал столько примеров мобилизации народа ровно, повторяю, в те моменты, когда угроза нависает над народом, что у меня нет ни одного грана даже сомнений в том, что мы продолжим, и более того, поколение, которое сейчас растет, меня восхищает. У них есть одно преимущество – они росли в независимости, они росли в независимой стране. Поэтому я считаю, что все победы у нас впереди. Прозвучали самые различные мнения, в том числе представители из районов, в целом разнившиеся не по стратегии, а по тактике. Ваш покорный слуга призвал лидеров Арцаха и Армении заявить об отсутствии какого-либо напряжения между двумя армянскими республиками, либо в случае их наличия показать пример консолидации обществ Арцаха и Армении. Участник круглого стола от НПО «Независимое поколение» высказался за безальтернативность свободы Арцаха от Азербайджана, обозначив в качестве ее гаранта мощную армию и сильное государство. Прежде всего я скажу, что эта площадка очень полезная. Все дело в том, что есть злободневные проблемы, и проблемы нужно обсуждать. И вот эта площадка призвана для того, чтобы обсуждать эти проблемы. Я думаю, что вопросы, которые были подняты, они вполне уместны. Кроме того, ведь на повестке дня стоит вопрос, который, в общем-то, и не должен стоять. Разделение, так сказать, двух республик, которые едины. Единый армянский народ, единое пространство, единое образовательное пространство. Поэтому разъединять нельзя. Я понимаю, что это внешние силы хотят навязать эту повестку дня. Но давайте не будем слушать внешних сил. Давайте изнутри мы определим, что мы все-таки едины. И в последующем будем едины. Просто на сегодняшний день говорить об объединении двух республик просто-напросто не своевременно. Но в целом я сторонник того, что в последующем, в лозунг, который был в 1988 году воссоединение с матерью Армении, она на каком-то историческом этапе должна быть снова выдвинута. И в связи со сказанным, ваш призыв к армянскому народу на данном этапе. В обществе всегда существуют различные мнения. Единственное, что мы хотим, чтобы вот эти различные мнения, которые в общем-то в меньшинстве, они не стали бы определяющими. И чтобы здоровые силы, которые присутствуют и в Армении, и, безусловно, в Арцахе, они взяли бы вверх. Вот в чем вопрос. И наша озабоченность в этом же проявляется. Своё мнение, в том числе по информационной борьбе в СМИ, соцсетях, высказала замглавного редактора газеты «Голос Армении» Марина Григорян. Мы, безусловно, одно общество двух армянских государств. Возможно, есть какие-то разногласия, возможно, есть какие-то противоречия. Они бывают в любом здоровом организме, в любом здоровом обществе. И никогда не надо думать, что эти противоречия, они носят какой-то глубинный характер. Они могут быть о текущих развитиях, они могут быть о подходах к тому или иному вопросу. Однако я хочу подчеркнуть, что в главном, того, что касается будущего Армении и Арцаха, того, что касается вопроса о том, что Арцах – это неотъемленная часть Армении, что никаких земель мы не имеем для того, чтобы кому-то отдавать. И вообще надо забыть эти разговоры. Вообще о чем речь? Мы 32 года нашему движению, 25 лет прошло после того, как армянский народ одержал эту историческую победу. И мы сегодня говорим, это просто стыдно. Надо забыть эти разговоры. Надо говорить о будущем Армении и Арцаха, как объединенном будущем. Пока что мы два государства, но наша стратегическая цель – безусловно, воссоединение. И я думаю, что чем больше мы будем встречаться, чем больше мы будем говорить, тем более ярким, тем более определенным будет это будущее. И, может быть, именно общество должно разработать ту концепцию, которую мы предложим своим руководителям, концепцию будущего Армении. Как прошли обсуждения? Вы довольны прозвучавшими мнениями, разнообразием этих мнений? Я довольна откровенностью, прозвучавшими предложениями, критикой. Цель достигнута. Мы донесем эту информацию обязательно. И народ поймет, что на передовой надо быть более мудрым, надо быть осторожным и всегда помнить, что наши дети, которые защищают Родину, имеют твердый, надежный тыл. Это мы. Круглый стол завершился на приятной ноте. Председатель НПО «Материнство» Асмик Микаэлян наградила медалью «Материнская благодарность» редакцию газеты «Голос Армении», а также ее главного и замглавного редакторов. Вы смотрите программу «Вестник». 11 июня, накануне Дня России, Степанакирская арт-студия «Бродячая собака» отметила 220-летие великого русского поэта Александра Пушкина театрализованным представлением читаем Пушкина «Играя». «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверя назовоет, то заплачет, как дитя, то по кровле обвечалых вдруг соломы зашумит, то как путник запоздалый к нам в окошко застучит». Поскольку был задействован младший состав труппы, акцент был сделан на пушкинские сказки. «Как увидел старик, испугался, вновь он в старухе поклонился. Молвил, здравствуй, горная царица, ну, теперь твоя душитка довольна, на него в старухе не взгляну, и санчай по отдать его веру». Юные актеры прочитали разножанровые стихи Пушкина, а дебютант Давид прочитал восторженно принятое зрителям стихотворение «Памятник». «Я памятник себе воздвигни рукотворный, к нему не зарастет народная тропа, вознесся выше он главой непокорной, александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет и тлень не убежит, и славим буду я, да коль в подлунном мире жив будет, хоть один пиит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и фин, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал, веленью Божью, о муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалуя плевету, приемли равнодушно и не оспаривай глупца. Замахнулся младший состав «Бродячей собаки» и на вершину пушкинского творчества роман-стихах Евгений Онегин. Безусловно, представление романа началось с его хрестоматийного начала. Мой дядя самых честных правил. Когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука, но, боже мой, какая скука! С больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя? Евгений Онегин. Роман о безответной любви, как охарактеризовали его сами актеры, сочувственно отнесясь к неподдельным чувствам пушкинской Татьяны в ее волнительном письме признании в любви Онегину. Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Но вы, к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда, когда б надежду я имела. Хоть редко, хоть в неделю вас в деревне нашей видеть вас. Кончаю. Страшно перечесть, стыдом и страхом замираю. Но мне по рукой ваша честь, и смело ей себя веряю. Во-первых, я скажу, что я любитель этого театра, бродячей собаки. Я постоянный ее зритель. И для меня не новость, что в этом театре всегда для нас бывают сюрпризы. Сегодняшний сюрприз был особенный, потому что на сцене были дети. Дети, которые читали сложные, конечно, для них стихи. Это было для них испытанием в хорошем смысле этого слова. Для меня особенный праздник. Две внучки и внук побывали в этом театре. И сегодня был дебют моего очередного, как сказать, внука, моего Армана. Я рада, что наши дети имеют возможность, вот такую возможность. Я рада, что наши дети воспитываются именно вот на этих стихах, именно в этом театре, прикасаясь к прекрасному, понимая, что такое хорошо и что такое плохо. Аудитория в большинстве своем собралась русскоязычная, поэтому зал читал и вспоминал пушкинские творения вместе с юными артистами. 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича. Поэта, который оказал огромное влияние не только на развитие русской культуры, но и мировой культуры. Всецело. То есть не отметить юбилей такого поэта, бродячая собака, просто не имела никакого права. Поэтому основная идея отдать дань памяти Пушкину и напомнить, вспомнить и напомнить зрителям еще раз его замечательные тексты, сказки и стихотворения и великий роман Евгения Онегин. Состав участников и довольны ли вы их выступлением? Вообще, честно, я никогда не бываю довольна выступлениями. Но если объективно, то это была очень сложная задача передо мной и перед ребятами. Это не тот возраст, который, в общем, традиционно читает Пушкина и понимает. Но если вот с этой точки зрения рассматривать, они, конечно, большие молодцы. Потому что такой объем материала и читать, понимая, о чем ты говоришь, то есть во все это проникнуть и донести до зрителя, мне кажется, они молодцы. Аплодисменты, поклоны, вдохновленные пушкинским настроением и хотя бы на некоторое время умиротворенные лица. Дорогие друзья, эфирное время программы «Вестник и стекло». До встречи в следующее воскресенье 23 июня. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова